Житие преподобной матери нашей Ефросинии Суздальской В древнем граде Чернигове жил святый и благоверный князь Михаил Всеволодович, теплый верою к Богу, милостивый к убогим. Его княгиня, имя которой не дошло до нас, также была благочестива и милостива. Долго супруги не имели детей и, скорбя о своем бещадии, молились матери скорбящих Пресвятой Богородице о даровании им потомства. Часто ходили они в Киевский Печерский монастырь преподобных Антония и Феодосия, чтобы помолиться Пречистой Деве в храме, посвященном Ея имени, послушать наставления Печерских иноков и подать обильную милостыню в монастырь и братью. Усердная молитва его благочестивых супругов была услышана. В одну ночь явилась им Пресвятая Богородица и сказала, дерзайте, дерзайте и молитесь. Ваша молитва услышана, и вот вам знамение. – Возьмите благоухание и покадите им весь дом свой. Испуганные супруги быстро встали и увидели в своем изголовье узел, в котором завязано благоухание. Они вознесли слезную молитву к удостоившей их своим посещением богоматери, потом взяли котельницу и наполнили свой дом дивным благоуханием. Спустя некоторое время, также ночью, Пречистая Дева явилась им снова и дала новое знамение, вручила им прекрасную голубицу, предизображая тем рождения от них дочери. Князь и княгиня поспешили в Печерский монастырь, по обычаю усердно молились о даровании им дитятий и удостоились третьего явления Богоматери, сопровождаемой на этот раз преподобными Антонием и Феодосием. Пресвятая Дева уже прямо предсказала благочестивым супругом рождения дочери. «Идите в свой дом, – говорила она, – вы зачнете дочь и наречете ей имя Феодулия. Храните ее со всяким страхом, ибо она будет честным сосудом Святого Духа и сопричтется крику девственных служительниц мне при Расположенском монастыре в Суздале. Я сохраню ее, как зеницу ока, приготовляя ее на брак сыну своему. Пищей для нее будет хлеб, соль и вода, мясо же не вкусит она». Тогда же Пресвятая Богородица предрекла князю Михаилу, что по рождении Феодулии у него будет еще четыре сына. Тем же годом княгиня почувствовала, что она зачела в чреве своем и с радостью известила о том благоверного князя. По истечении определенного срока у них родилась дочь. Крещение ее было совершено в Печерской обители. Восприемником от святой купели был игумен, во святом крещении новорожденная получила имя Феодулии. По обычаю знатных людей того времени к новорожденной княжне была приставлена кормилица, и когда кормилице случилось вкушать мясо, то Феодулия не принимала от нее молока и весь день оставалась без пищи. Заметив это, родители запретили кормилице новую вовсе вкушать мясную пищу. Когда же окончились годы кормления, пищей от раковицы стали хлеб, соль и немного овощей, питьем одна вода, как предсказывала Пресвятая Богородица. Дитя росло, радуя родителей своим прекрасным видам и добрым нравом. Благочестивая княгиня-мать часто предавалась размышлению о том, что ожидает ее дочь в будущем и старалась понять, как исполнится на ней предсказание Богоматери. Как бы в ответ на недоумение княгини однажды снилось ей, будто она возносится на высоту с от раковицей на руках своих и со словами благодарения отдает свое дитя в дар Всевышнему. Когда пришло время, Феодолию стали обучать грамоте. Сам князь Михаил и мудрый советник его Феодор сильно полюбила учения десятилетняя княжна и скоро достигла таких успехов, которые изумляли ее наставников и прославляли необычайную от раковицы. Феодория обладала редкой телесной красотой. Ни один из князей хотел иметь ее невестой своего сына и засылал спотов к ее отцу. Князь предпочел всем другим сына Суздальского князя Нины Иоанновича, потом пославного Симона Варяга, которого любил преподобный Феодосий Печерский. Путь жизни для Феодории, по-видимому, был намечен, но не то готовил ей Господь. К другому тесному пути – звал ее он чудесными видениями. Однажды от раковицы видела грозный и нелицеприятный суд Господа. В своих руках он держал открытые книги жизни. На востоке был виден рай, а на западе кипело озеро огненное. Тогда является заступницей рода христианского и призывает Феодолию к богоугодному житию праведных, бесконечным райским утехом, уготованным от Господа любящим Его. В видении пред нею пристал муж в белых одеждах. Он привел ее в Печерский монастырь, в церковь Пресвятой Богородицы и показал сонм чернорисцев, поющих всеночные молитвы. Изумилась блаженная от раковицы и помышляла в себе. Блаженны люди сии, потому что в этой жизни они подобны ангелам, и в будущее их ожидает райское наслаждение. В то время в Суздальском Рысположенском монастыре жила боголюбивая и благочестивая игуменья. В разных видениях ей представлялась неизвестная дивная драковица, собирающаяся поступить в Рысположенскую обитель. Между тем Феодулии совершилось уже пятнадцать лет и приближалось время, когда князь Михаил должен был исполнить обещание, данное им Суздальскому князю Мине. Родители сообщили об этом своей дочери, но та отказалась от брака, желая навсегда сохранить девство. Она обращается с слезной молитвой к Пресвятой Богородице, прося у ней утешения и наставления. Пресвятая Дева явилась ей и сказала «Чти отца и матерь и не противься своим родителям, но не бойся, скверно мира сего не прикоснется к тебе и твоего брака не будет. Ты, осененная святым духом, будешь иметь жилище вуалителей, девственниц. Однако исполняя волю родителей, спеши в Суздаль, и когда еще будешь в пути, жених твой отойдет ко Господу. Не возвращайся тогда к родителям, чтобы они не сделали тебе какого-либо принуждения». С упованием на Пречистую Деву, Божью Матерь, Феодулия немедля отправилась в путь и на пути действительно узнала, что жених ее помер. И не возвратилась уже она обратно в свой родительский дом, а устренилась, по слову Богородицы, в Суздаль и явилась к вратам обители во имя положения Рызы при святые Богородицы. Она предстала пред старыцей Игуменей и, упав ей в ноги, умоляла о принятии в обитель. Видя непреодолимое желание Феодулии посвятить себя на служение Богу, Игуменя вспомнила о чудной драковице, которая представлялась ей в видениях и уступила ей просьбе – приняла княжну в монастырь. Вскоре совершено было пострижение. Феодулии ей дано новое имя – Ефросиния, память которой праздновалась в день пострига. Старица Игуменя так поучала новопостриженную, заповедала ей ревностно исполнять иноческие обеты, бояться Бога и почитать своих сестер, работая на них, со смирением не превозносять своим княжеским происхождением и не думая, что они должны для нее работать. Убеждала знатную постриженницу быть убогой на земле, чтобы обогатиться на небе. Преподобная Ефросиния точно исполняла эти наставления. О пострижении княжны вскоре узнали ее родители, но они спокойно приняли известие, рассуждая, что если это совершилось, то значит, так угодно Богу и его причистой матери. Юная Ефросиния ревностно начала иноческие подвиги. Все время проводила она в трудах и молитве. Ум ее совершенствовался, никому от нее не было обиды. Подвижница все делала своими руками и при этом предавалась крайнему воздержанию. Сначала она не принимает пищи в течение суток, затем постится по два и по три дня, иногда же всю неделю остается без пищи, подкрепляясь одной водой. Большую часть дня она молилась в храме Божьем, усердно молилась, и в келье своей молилась, проводила ночи без сна за чтением священного писания и пением псалвов. Преподобная вскоре удостоилась небесной милости. Однажды и явился сам Господь Иисус Христос в образе прекрасного отрока, и встал около нея. Ефросинья сразу поняла, что это сам Христос, и осмелилась спросить Его, «Как ты, бесплотный, воплотился ради нас, и как тебе распяли иудеи?» Господь отвечал ей, «Я воплотился милости ради». И затем, распостерши крестообразно свои предчистые руки, продолжал, «Так распяли меня иудеи по моему изволению. Ты же бодрствуй и крепись». Ободренно этим явлением преподобная Ефросинья усилила свои подвиги. Она забыла свою плоть, подражая ангельскому житию, увеличила пост, молитвы и слезы, но юная подвижница не избежала дьявольских искушений. Исконный враг человеческого рода не оставил и ее в покое. То является он пред ней свинцом на голове, указывая тем на свое могущество, то угрожает ей полчища небесов, которые окружают его, то представляет ей золото, серебро, церковную утварь, дорогие камни и бисер в виде кала. Затем, чтобы вызвать в ней отвращение к тому, чем обычно украшают святые иконы. Подвижница слышит скверные дьявольские ласкательства и гнусное сладострастие и сама призывается к бесстыдному греху. Видит она различных духов злобы, нерадения, лености, самолюбия, ненависти, зияющего духа сребролюбия, готова пожрать весь мир. Искушая святую, дьявол рассчитывал, что она изнеможет в борьбе оставить монастырь и, возвратившись к родителям, будет жить по-мирски. Поэтому он являлся ей в образе князя Михаила и звал в родной Чернигов, или представлялся в образе слухи с дарами от ее жениха, с полчищами духов наполнял шумом и криком тихую келью инокини во время ее ночной молитвы. Но неустрашимая подвижница крестом, именем Христа и молитвою к Богоматери отгоняла лукавого демона. В советы опытные игумени также помогали преподобные Ефросини против козни и дьявола. Подвижница спрашивала игуменю «Для чего Господь попускает дьявольские искушения?» Та отвечала «Без нападений врага не было бы твердых рабов царских, и Господь допускает любящим его терпеть искушения, дабы явились добродетели их». После одного искушения, когда святая усердно молилась Господу о помощи против духа злобы, пред ее очами разверзлась земля, и пропасть поглотила всю силу вражью. С тех пор дьявол уже не искушал преподобную. О подвижнической жизни святой Ефросини вскоре узнали в Суздале. И знатные женщины города с своими дочерями стали приходить в обитель, чтобы помолиться с нею и послушать ее душеспасительных бесед. Преподобная имела приятный голос, и ее внятное чтение и доброгласное пение вызывали умиление и слезы молящихся, а душеспасительные беседы поучали и назидали посетительниц монастыря. Получала преподобная Ефросини своих сестер. В древних монастырях братья чаще всего поучались в храме или на трапезе, куда собирались, чтобы слушать стени священных книг. Преподобная Ефросини усердно читала священные книги на таких собраниях, а нередко обращалась к сестрам с живым устным словом. Она убеждала инокинь ненавидеть грех и возлюбить добродетельное житие, подражать преподобным матерям, просиявшим в подвигах. Подвижница поучала сестер своих тому, что составляет похвалу чернорезицы. Что они должны делать, чтобы спастись? Они обязаны соблюдать самый строгий пост, чтобы убить в себе страсти телесные, плакать горькими слезами о своих грехах, чаще петь и молиться, иметь недецимерную любовь друг к другу. Послушание и смирение – украшение инокинь. Кротость и молчание – обязательные добродетели их. Юные пусть молчат пред старшими, простые пусть слушают премудрых. Голос инокини должен быть умеренный и слово доброчестно. Нельзя никого срамить, превозноситься, следует же считать себя последним человеком. Должны избегать украшений в одежде, непрестанно поминать час смертный, помнить об этом. Все это необходимо соблюдать чернорезицы, чтобы наследовать вечное блаженство, уготованное любящим Господа. Игумене монастыря и ее помощница не завидовали мудрости и славе преподобной Ефросинии. Напротив, они удивлялись дарами благодати, изливающемуся на святую, и удостоились видений, которые удостоверяли Бога духовновенности и мудрости и учительных бесед. Вскоре слава о преподобной подвижнице распространилась и за пределами Суздаля. К ней часто приходили женщины и девицы послушать ее наставления. И под влиянием их многие оставляли мир и поступали в Рисположенский монастырь. Поэтому и в монастыре среди сестер обители преподобная Ефросиния пользовалась великим уважением. Сама Игумения слушала ее советов. Так, по ее просьбе, в монастыре был установлен новый порядок. Монастырь был перегорожен стеною на две части, а инокини разделены на две половины. Одну составляли те, которые поступили в монастырь девицами, другую – вдовы. Таким образом, в одном монастыре стало как бы две обители, и в каждой была своя начальница. Но так как церковь в монастыре была одна во имя Пресвятой Богородицы, на половине инокинь дев, то на молитву все собирались вместе в эту половину монастыря. Игумения хотели иметь особый храм на своей половине. Они упросили Ефросинию ходатайствовать об этом пред Игуменьей. Игуменя в этом послушалась преподобной монастыре. И повелела в обители вдовиц устроить церковь во имя живоначальной Троицы. Так разделение монастыря и сестер его было сделано с той мудрою целью, чтобы инокини девы не узнавали того, что знали и испытали в миру монахини-вдовицы. С этой же целью девам-чернорезицам запрещено было беседовать с мирскими замужними женщинами, приходившими в монастырь. Замужние женщины отсылались в другую обитель – к инокиням вдовицам. Инокини-девственницы могли вести беседу только между собою и с мирскими девицами, посещавшими монастырь. Пример преподобной Ефросине был очень поучителен, и многие из мирских дев, слыша о подвигах и я и чудесных знамениях, которые творил ею Бог, оставляли своих женихов и постригались в монастыре Пресвятой Богородицы, где поучались наставлениями славные подвижницы и по силе подражали ей. Своими трудами и подвигами она возвысила значение самого монастыря. При жизни преподобной Ефросине не было женской обители, которая бы могла равняться с Рисположенской по благочинию в жизни и богослужении по благочестию и подвигам трудоположных инокинь. Сама же подвижница сияла, как светило на свершнице, или как денница среди звезд. Она была высоким примером для подражания русских чернорызец. Преподобная была истинная невеста Христова. В этом удостоверяла ее сподвижниц одно видение. Они видели во сне в золотых палатах два престола, а на них два венца, предназначенные для Христа и угодницы Ефросинии, возлюбившей Христа, небесного жениха своего. Преподобная же все больше и больше усиливала свои подвиги, непрестанно молясь и поучаясь в законе Божьем день и ночь. Она положила на себя подвиг молчания и некоторое время пребывала в безмозвии. Так шла жизнь преподобной Ефросинии в монастыре. Скоро случилась смерть великой старицы Игумени, при которой преподобная пришла в монастырь и начала свои подвиги. О ее смерти Бог открыл своей избраннице заранее. Ефросиния пришла к Егумени, когда та была еще здорова, сообщила ей о близкой кончине и просила благословения на свои труды подвиги. Старица благословила Ефросинию и сказала «Будь благословенна, чадо! Ты взыскала Христа и обрела его. Он наставит тебя и утешит в честь, и честь получишь в предыдущем веке у несозданной Троицы». Вместе с этим она предсказала, что и отец ее удостоится особой благодати на небеси, мученически пострадает от нечестивых вместе с боярином Феодором и зато примет венец доброты из руки Господа. Потом, поболев немного телесным недугом, старица тихо скончалась. Игуменей в монастырь была избрана старица, бывшая второй после Игумени. Между тем на Русь подвигалась страшная гроза. Приближалось нашествие татар. Господь открыл преподобный Ефросини, что он предаст русскую землю во власть неверных. Угодница молилась о помиловании Родины, особенно же города Суздале. Вскоре напал на русскую землю монгольский или татарский хан Батый со своей ордой. Страхи трепет обуял православную Русь, но русские князья не соединились вместе. Чтобы дружно отбить врагов, татары быстро шли по русской земле, жгли города и села, жилища людей и храмы Божии, беспощадно убивали жителей и уводили в плен. Спешно бежали от врагов русские люди и укрывались в непроходимых лицах, но другие, видя неминуемую беду, принимали монашеское пострижение. Много девиц из города Суздаля постриглась тогда в Рисположенском монастыре, чтобы найти убежище и покров в обители Пресвятой Богородицы. В начале февраля 1237 года татарские полчища осадили Суздаль. Жители заперлись в городе. Преподобные же Ефросини и другие инокини не оставили своего монастыря и усердно молились о спасении града и обители. Господь явился преподобный и открыл ей, что враги возьмут и разрушат город, жители будут побиты или пленены, но обитель, посвященная Божией Матери, останется невредима. — Тебе же вместе с живущими здесь обещаю, — говорил Господь, что знамение креста будет охранять твой монастырь. И тотчас же явился дивный свет над монастырем. В свете был виден животворящий крест и два огнеобразных и световидных юношей, державшие в своих руках натянутые луки. Они сказали преподобный, что посланный от Бога охранять обитель от врагов. В другой раз святая видела, что некоторые инокини бежали в город, чтобы найти защиту за его стенами, но они были или усечены мечом, или отведены в плен, а иные возвратились опять в монастырь. Все случилось так, как было открыто Святое Ефросинье. В город Суздаль взят, горожане избиты или отведены в плен. С ними погибли инокини, которые бежали из монастыря. Разорив город, отряд татар направился к обители Пресвятой Богородицы, но не мог близко подойти к ней. Чудный свет, сиявший над нею, полив безбожных врагов огнем. Тогда выступил сам Батый и расположился на Ероновой горе на берегу реки Каменки и отсюда двинулся на обитель. Но преподобная Ефросинья обратилась в молитву и к Богу, прося его покрыть обитель заступлением своим и омрачить очи нечестивых врагов. Тотчас же сошел на обитель мрак в виде облака, так что татары не могли и найти ее. Жестокой бурей принеслись сатарские полчища по Суздальской земле. Города, погосты и села были превращены в пепел одной зимой 1237 года. Земля опустела, следующий год прошел мирно, а зимою 1239 года Батый снова двинулся на Русь, но уже в южные ее пределы. Он сожег в южный переезд Славль и Чернигов. Киевом владел тогда князь Михаил Черниговский, отец преподобной Ефросиньи. Батый отправил к нему своих послов, которые льстивыми словами склоняли князя подчиниться хану. Но князь приказал умертвить ханских послов, а после того ушел в Угорскую землю и жил там, как изгнанник. Зимой 1240 года Батый взял Киев, сожег город и святые церкви, избил жителей. С этого времени хан овладел всей русской землей, которая стала платить ему дань. Князь Михаил плакал, слышав в своем изгнании о бедствиях русской земли. Наконец не выдержал и решился возвратиться на родину. Дальники хана, русские князья, уже ездили к нему на поклон. Того же потребовали слуги Батыя и от князя Михаила. Нехорошо жить на Батыевой земле, не сходивши поклониться ему, говорили они князю. И князь, вместе с боярином Феодором, отправился в 1246 году в Орду, чтобы предстать пред грозные очи Батыя. Слуги хана заставляли князя пройти сквозь огонь, поклониться кусту и идолам, и обещали зато почести и милости царя. Когда же князь отказался исполнить это требование, противные духу христовой веры ему объявили, что его ждет лютая смерть. Русские, бывшие тогда в Орде, стали уговаривать князя, чтобы послушался ханских слух, прошел сквозь огонь и поклонился идолам. И князь стал колебаться. Боярин Феодор ободрял и поддерживал князя, убеждал его не отрекаться от Христа Бога и истинной веры. Однако колебания не оставляли Михаила. Об этом узнала его дочь, преподобная Ефросиния. Чтобы поддержать отца, она написала ему послание и убеждала не совращаться с истинного пути Христова, не менять истину на ложь, не заботиться об угождении земному владыке, не поклоняться тленному царю с отречением от царя веков Христа Бога. «Ты, благи отче, – писала преподобная, – послушай меня и пострадай, как добрый воин Христов, которым мы живем, движемся и есть мы, который есть нетленный и невидимый царь, дланию своею всю тварь содержащей. А если не послушаешься меня, знай, что от селья я чужая, а не дочь твоя. Не хочешь слушать меня, послушай боярина Феодора и положись на его мудрость, так как по своему разуму он философ, над всеми философами и человек, преданный тебе. Царство же хана Батыя вскоре разрушится, ибо кровь православных христиан вопиет на него ко Господу». Получив послание, князь Михаил прочитал его и горько оплакивал свое малодушие. Он благодарил Господа, вразумившего его посланием дочери-подвижницы. Колебания Михаила теперь окончились, и он решил лучше пострадать за Христа, чем кланяться языческим идолам. Перечитывая вместе с Феодором это послание, он все больше и больше укреплялся в своем решении. Наконец, однажды князь прямо сказал боярину «Спутник мой добрый, истинный охранитель души моей, теперь я уразумел, как я могу спасти свою душу. Я должен вместе с тобой пострадать за Христа». О таком решении князя и боярина узнали ханские волхвы и донесли Батыю. И хан повелел их предать мучениям и смерти. Ханские слуги в точности выполнили повеление, мучили исповедников Христовых и усекли им главы мечам. Так перешли славные мученики в обители небесные. Вскоре святые Михаил и Феодор во сне явились преподобные Ефросиньи. На них были белые резы. Венцы с драгоценными камнями и бисером украшали их головы. И сказал князь своей дочери «Чадо мое, прославив меня Бог в славу и многое». Он сопричислил в меня к лику мучеников. И вместе с боярином Феодором я получил небесное блаженство. «Благословенно ты, чадо мое, у Господа, так как ты была ходатайницей моего спасения, воистину твоим посланием. Я укрепился и получил спасение». И после того не один раз подвижница видела в ночных явлениях своего отца и боярин Феодора в обителях войских. Еще при жизни преподобной Ефросиньи Господь прославил ее даром прозорливости и чудотворения. На Руси появились тогда повальные болезни, увеличилась смертность. Преподобная жалилась над людьми и обратилась в молитву к усердной заступнице рода христианского. Пречистая дева явилась в России и обещала ей «Я умолю сына моего», да дарует он тебе власть спасать и исцелять всех, кто через тебя будет призывать Христа и меня, родчую Его». И с того времени болящие, если призывали именем Ефросиньи Господа нашего Иисуса Христа, получали помилование и исцелялись. Слух об этом распространялся повсюду. Преподобные стали приносить больных различными недугами, и она исцеляла их именем Господа. В Суздале жила знатная вдова, благочестивая, любившая Расположенский монастырь и почитавшая преподобную. У нее была одна дочь, которая захворала лютой болезнью, беснованием. Мать надеялась на помощь Пресвятой Богородице и обещалась отдать свою дочь в монастырь, когда она выздоровеет. Вместе с больной она отправилась в обитель и умоляла преподобную Ефросинью исцелить бесноватую. Блаженная воздела руки свои и вознесла молитву о несчастной отраковице. Тогда злой дух заговорил устами девицы. С тех пор, как пришла на это место прелестница сия, нет мне власти в чернорезицах, но уж и от этой девицы отгоняет она меня. Сказав это, он поверг больную к ногам преподобной, жестоко мучил, а потом навсегда ее оставил. Преподобная же подняла отраковицу на правую руку и та стала здоровой. Обрадованная мать со слезами благодарила святую и немедленно выполняла свое обещание. Отраковица была отдана в монастырь и приняла иноческий образ. Новая Иннокеня получила имя Таисии. Вскоре же после этого приняла монашество и сама мать, и была отправлена во вдовью часть монастыря, в обитель животворящей провицы. И ни один раз после того исцеленные от болезни святой Ефросинии и, наставленные ее назидательными беседами, оставляли мир и принимали иноческое пострижение. Обращались к преподобной нуждавшиеся и в душевном мрачевании. В духовном. Однажды пришел к ней за наставлением один из богатых людей города Суздаля. Он увидел ее в ветхой и разорванной одежде с изможденным от подвигов лицом и просил подвижницу принять от него новую одежду. Но Ефросиния отклонила просьбу богача. «Рыба на морозе, — так сказала она, — засыпанная снегом, не портится, не воняет и даже бывает вкусна. Так и мы, иноки. Если переносим холод, становимся крепче и будем приятны Христу в жизни нетленной». Так она оставалась в ветхих и разорванных одеждах, согреваемая и украшаемая божественной благодатью. Тогда богач умолял сказать ему наставление о том, что нужно ему делать для спасения души. И она сказала, — Слушай, Господи Христолюбча. Счастлив дом, в котором господа благочестивые. Счастливый корабль, который управляется искусным кормчим. Блаженный монастырь, в котором обитают воздержанные иноки. Но горе дому, в котором обитают нечестивые господа, горе кораблю, на котором нет искусного кормчего, горе и монастырю, где нет воздержания. Дом обнищает, корабль разобьется, а монастырь запустеет. Ты же, боголюбезный человек, твори милостыню, прежде всего, домашним слугам своим. И если хочешь дать от своих щедрот нам монастырь, то пришли только масла деревянного, свечей и ладану, это будет достаточно. И богач поступил так, как говорила ему подвижница. Прежде он был немилостивым к слугам своим, но теперь, послушавши ее, переменился и стал милосерд. Незадолго до своей кончины, которая ей открыта, что город Суздаль постигнет великое землетрясение. Она сообщила об этом в монастыре. Вот постигнет город великий трус. Не помогут молитвы Пресвятой Богородицы и святых, от века Бога угодивших. В тот же день, во время литургии, случилось землетрясение. Земля колебалась и издавала как бы рёб из своих недр. Устое облако покрывало город тьмою. Люди в ужасе прибегали молиться в обитель Богоматери и обращались за помощью к святой. Преподобная же была спокойна и ободряла их. Кайтесь и просите милости у Бога. Я видела небо отверсто и в неизреченном свете Сына Божия, а пред Ним стояла причистая Матерь Его со святыми угодниками, и умоляла Господа не спасать щедроты свои, пощадить град сей и повелеть бедствию предстать. Вскоре действительно землетрясение прекратилось. Немного времени спустя к преподобной Ефросиньи снова явился князь Михаил с боярином Феодором и сказал ей «Гряди, чадо мое любезное, Христос зовет тебя, гряди насладиться неизглаголенной радости и исполнится света небесного». Преподобная поняла, что приближается часть ее отшествия к Богу и стала готовиться. Болезнь ее продолжалась недолго. Последний раз она обратилась к инокам с наставлением. Потом, чувствуя приближение смерти, приобщилась к святых христовых тайн и молилась. «Слава тебе, Пресвятая Троица, упование наше, Пресвятая Госпоже, помоги мне! Господи, в руки твои предаю дух мой!» Слава, перекрестилась и спокойно отошла в жизнь вечную. Весть о смерти славной подвижницы быстро распространилась повсюду и в обитель Пресвятой Богородицы собралось множество народа. Явились недужные и одержимые злым духом, они прикасались к телу умершей и получали исцеление от своих болезней. После погребения в почившей подвижнице, при раке ее, происходили поразительные чудеса. Слепые прозревали, хромые начинали ходить, немые отверзали уста, бесноватые освобождались от власти демона, расслабленные получали укрепления. К лишенным ума возвращался рассудок, и всякий, одержимый каким-либо недугом телесным и душевным, с верою притекая к мощам угодницы Божьей, получал исцеление по молитвам Евгения. Это обилие чудес послужило побуждением к причислению преподобной Евфросинии к лику святых, что произошло при митрополите Московском Антонии. Епископ Суздальский Варлаам, великий почитатель преподобный, отыскал ее житие и подал его с описанием чудес царю Иоанну Васильевичу и митрополиту Антонию. Митрополит созвал собор, который установил повсеместное празднование преподобной Евфросинии. На торжественное прославление угодницы Божьей собрались толпы народа, и отыая мощей совершилось в то время много чудес. Одно из них особенно поразительно. Человек именем Матфей был одержим лукавым духом, долго и жестоко он мучился. Но вот в день прославления преподобной его привели в обитель Пресвятой Богородицы Гробу Евфросинии, демон страшно мучил его, и больной как бы лишился разума. Потом вдруг внезапно очнулся и сказал вслух «Я вижу на образе пот». После того начало смысленно и здраво говорить. Присутствующие тут думали, что он все еще беснуется, но потом увидели, что на образе преподобной Евфросинии выступила как бы роса. С того времени Матфей стал здоров и возвратился в свой дом. Незленные мощи преподобной Евфросинии обретены в 1699 году 18 сентября по старому стилю по благословению патриарха Адриана, положены в соборной церкви Рисположенского монастыря, где почивают и ныне. Преподобная Евфросиния Суздальская, моли Бога о нас! Продолжение следует... Продолжение следует...